Всем привет, уважаемые рыболовы, с вами канал Бывалый Рыба И сегодня я хочу вам рассказать, как я готовлю манку с коноплей Это очень интересная вещь, которая используется как для пробок, сосок, для кормушек, типа вертолет, спутник Я дальше покажу, какой именно монтаж я использую В принципе, можно ее использовать как для убийцы карася, убийцы карпа, забивая непосредственно кормушку Значит, будем готовить в три этапа Первое, я сейчас расскажу, как я готовлю семена конопли Вторым этапом мы сделаем манку, приготовим И третьим этапом я покажу, какой именно монтаж я использую И как забивается этот монтаж манкой Поехали Итак, на разогретую хорошенько сковородку сухую Я высыпаю коноплю Буду обжаривать 4 столовые ложки И помешиваем постоянно Значит, коноплю покупаем на рынке Там, где продается комбикарман И вот Постоянно помешивая Наши зерна начинают Потрескивать Значит Нужно для начала Когда будете обжаривать, перебрать Зерна Вот я перебрал Видите Такие вот Стебли Куски Этот весь мусор нужно убрать И вот, когда уже начинается режим попкорна Стреляют зерна Нужно убирать С огня Так И сразу же Пересыпаем В емкость Значит Оставлять Зерна на горячей сковородке нельзя И самое главное В этом деле Не пережарить Семена Потому что Лучше их Не дожарить Вот, кстати Огурчики На закусочку Значит Наши семена Готовы Дальше Будем их Перемалывать На кофемолке Вот, значит Ребята Смолол я Зерна конопли В кофемолке И Так же Как и при обжарке Здесь есть такой нюанс Их Что нужно Перемалывать Их не в пыль Полностью А Сделать Такую И крупную фракцию И мелкую Вот сейчас Наведу Вот такого Плана должна быть Зерна Должны быть Так Перемолоты То есть Здесь попадаются И пополовинке Зернинки И Какие-то Третьи Зернышка И Понятно дело Перебитая Уже В муку Вот Это Такой вот Должен быть Помол Так И дальше Будем Варить Манку Значит Нужно взять В равных Пропорциях Манную Крупу И водичку Мы будем Готовить Стакан на Стакан Только Вода у нас Закипела Сразу же Высыпаем В нее Манную Крупу И Начинаем Помешивать Размешиваем Хорошенько Размешиваем Размешиваем Нужно Выключить Получается У нас Такая Крутая Каша Дальше Пересыпаем Ее Для удобства Чтобы Она У нас Не Подгорела И Продолжаем Вымешивать Вымешивать Нужно Очень Хорошо Чтобы Крупа У нас Равномерно Вся Как бы Приготовилась Вот Таким способом Я Вымешиваю 5-7 минут Потом Немножко Остывает Крупа Дальше Начинаю Довымешивать Руками Ну Сейчас Пока Чтобы Не тратить Время Пока Она Горячая Вымешивать Ложкой Потом Дальше Покажу Что нужно Делать Итак Ребятки Вымешиваем Дальше Руками Конечно Еще Горячее Но Главное Вымешать Очень Хорошо Вот Ладушки Красные Немножко Нужно Потерпеть Это Все Дело Хорошенько Вымешать Вот Значит Более Менее Вымешали Вот Такая У нас Получается Маночка Такое Тесто Получается Манное Вот И дальше Будем Добавлять Коноплю Которую Мы Переготовили Значит Добавляем Посыпаем Так вот Вот Здесь Это Хорошо Видно Что Конопля Перебита Не Полностью В муку А есть Такие Вот Даже Цельные Половинки Зерен Третье Зерен Четвертые Части Пятые Части В общем Такое Вот И хорошенько Его Вмешиваем Коноплю Вмешиваем В нашу Манку А немножко Будет Такая Рыхловато Но Это Хорошо Значит Вы знаете Что Конопля Имеет Свойство Такое Что Раздражает Пищеварение Пищеварение Вот Рыба Как бы Не надо Не наедается И Добавляет Конечно же Энергии Рыбке Она хочет Кушать Становится Бодрее Ну Как бы Все На пользу Идет Значит Конопли Мы Смололи 4 Ложки Столовые Вот Мы В принципе На стакан Нашей Манки Все используем Ну Почти Все Сейчас Посмотрим Обычно Она Уходит Все Вот Значит Ребята Наша Прикормка Маночка Готова С Коноплей Значит Вот так Она Выглядит Вот Видны Зернышки Вот И В меня С 4 Ложек Осталось Ну Пол Ложки Можно Сказать Уже Не Домешивал В принципе Можно Замесить Полностью 4 ложки Вмешать В стакан Значит Дальше Хочу Вам Рассказать Какой Монтаж Я использую Ну В принципе Я говорил Что Эту Манку Можно Использовать Для ловли Как Крупного Карася Так Сазана Карпа Очень Хорошо Карп На нее Отзывается Ну И В этом Году Мой Хороший Знакомый Поймал Красавчика Такого Белого Амура Что-то Около 4 Килограмм Вот Именно На Вот Эту Маночку Я же Предпочитаю Использовать Вот Такую Китайскую Снасть Уже Готовую Монтаж Такой Вот Он Называется По-разному Можно его Называть Кто Называет Его Спутник Кто Называет Краб Вот Еще Китайская Какая-то Чудо На На Технология Значит Единственное Что Если Покупаете Такого Плана Монтажи То Сразу Ж Хорошенько Затягивайте На крючках Узлы Потому Как Все Делается Это То ли Быстро У них Там Китае То ли Это Автоматизировано Как-то Привязывается Но Обычно Очень Плохо Затянутые Узлы На крючках Крючки Как Сколько Я не встречал Крючки Довольно Такие Хорошие Вот Как Для Такого Расходочного Материала Потому Что Он Часто Там Путается Обрывается В принципе Монтаж Хорош Как На Один Сезончик Вот Значит Сейчас Покажу Берем Манку Вот В зависимости Вот Это Как бы Кормушечка Она Может Быть Чуть Больше Чуть Меньше Уже Не бывает Это Самая Маленькая Я взял Бывает Она Больше В зависимости От того Какая Кормушка Столько Маночки Мы Сюда Лепим Значит Взяли Так Вот Сделали Такой Вот Комочек Значит По центру Еще Идет Поводочек С крючком На которые Можно будет Подсаживать Опарыш Там Червячка Вот Кукурузку Вот Такой Как бы Вариант Еще И дальше Вот Сформировали Мы Такой Комочек И дальше По очереди Вдавливаем Крючки Вот Раз И пошли Так Вдавливаем Можно В разные Стороны Кто Говорит Что Лучше В правую Сторону Как бы Ложить Крючок Вот Так Кто Говорит В левую В принципе Я думаю Что Разницы Большой Нет Нужно Тоже Пробовать Экспериментировать Вот Крючки Положили И теперь Хорошенько Их Прячем В нашу Манку Залепливаем Выскочил Это все Понятное дело Делается На Уже Непосредственно На рыбалке На следующий Раз Когда выйду На рыбалочку Покажу Как это Прикормка Работает Ну Сразу же Хотел вам Показать Это В домашних Условиях Как это Все Готовится Вот И здесь Есть Такой Стопорок Силиконовый Его Потом Подтягиваем Чтоб Крючки У нас Были В куче Вот Получилась У нас Такая Вещь В принципе Принцип Этого Монтажа Это Обычная Соска Рыба Подходит Берет Манку И Всасывает Крючок Можно Делать Такие Вот Пупыры Сосочки Вот Такого Плана Сюда Ставить Крючок В середину Его Прятать Делать Его Вот Так Параллельно Там С четырех Сторон Сделать Вот Такого Плана Как Обычная Соска Когда Она Упадет Она Все равно Вверх Будет Какой-то Из этих Сосочков Будет Кверху Вот И Рыба Будет Подходить И Засасывать Крючок Ну Это Все Как Вы Сами Знаете Экспериментируйте Пробуйте То Что Хотел Вам Донести Я Донес Так Что Хороших Всем Уловов Эта Манка Работает Очень Хорошо Не Пожалеете Так Что Всем Пока Комментируйте Видео Может Кто-то Еще Другой Рецепт Знает С Манкой Вот Все Обсудим Трофейных Уловов До Встречи Балки